приветствую всех на моем канале мои дорогие подписчиков гостей значит сегодня продолжаем тему по посадке хурмы в особенности это почва которую очень рекомендовал тот интернет рассадник интернет питомник сад без проблем и вадик нам вещал о том что все должно быть четко по их ним схемам по их ним почвам по всему тому что дают только они ну и конечно ссылаться на такой прибор вот как такой ph я приобрел себе такой ну и как зачастую нас с вами бывает том что переусердствовал для себя пробовал смотрел баловался пока все было хорошо потом когда начал снимать видео прям при съемке кончик лопнул но такое тоже бывает не ведитесь на то что как говорят колба это расходный материал не такой уж он и дешевый этот расходный материал потому что стоит больше чем половина стоимости всего в комплекте поэтому будьте аккуратны если будете замерять почву ее нужно либо изымать и вставить их какие-то емкости для того чтобы она была мягкой чтобы реально действительно там ничего не было мне чтобы этот очень нежный кончик он не лопнул и служил дальше ладно с этим что-то будем решать это все лирика сегодня мы меряем вот таким ph метром zd06 уже есть знаете такой морковкой вот а есть со щупом zd05 с морковкой zd06 идет вот таким щупом вот смотрите какой у нас идет ph видите 6 и почти пять десятых 6 и пять десятых кислотность это считается слабо щелочная от 6 1 до 7 это идет нейтральная почва от 5 1 до 6 это идет слабо кислая почва все что ниже 5 это уже считается кислая почва если вы посмотрите в гугле ph почвы для хурмы вам сразу же выйдет такая информация о том что и идеальный значение кислотности почвы это у нас идет от 5 1 до 6 8 тем более на виргинском подгое вот про мониторте вот эту информацию для того чтобы вы все это видели поэтому вот здесь я делаю замер давайте нажмем кнопочку посмотрим какая там у нас идет влажность влажность идет там 90 он 80 процентов идет влажности потому что у нас сейчас идут несколько дней дожди смотрите вот все бросаю вот она возвращается в это давайте пальцами возьму сколько здесь примерно вот смотрите в половину в половину у нас получается 15 сантиметров этого достаточно чтобы все это замерить поэтому если мы с вами посмотрим пашу здесь под этой формой которая дар софийки прошлом году у нас она плата носила давайте также и поставим вот примерно здесь индекс заходил до 6 но нужно ждать как они говорят о том что он будет медленно подыматься это мы пока с вами пообщаемся значит 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 что хотел сказать хотел сказать о том что мне интересно почему если здесь примерно 5 8 6 у меня и под этой хромой идет значение и она нормально себя чувствует и в этом году даже она залаживает вот смотрите вот она залаживает почки вот они все здесь почки есть будет развиваться будет все замечательно пока еще явно не видно какие из них будут но скорее всего на кончиках вот видно что они ведь идут плодовая обрезал буквально пару веточек вот здесь ветка вниз шла я ее отрезал и вот здесь вниз и шла отрезал тоже которая вот ведь осталась вот одна сейчас вам покажу смотрите видите раз она обламывается здесь то что было плодоносным прошлом году она сразу обламывается ничего не остается вот поэтому будем наблюдать за этой конечно подкормки будет вот смотрите сколько у нас здесь идет уже 5 и 2 десятых до 5 4 5 3 5 4 уже то есть даже уже влаживаемся в параметры того что вот эта почва которая сейчас слабокислая она у нас дает такой результат о чем еще хотел сказать о том что вспомнил такую штуку когда помните только пошла волна колонавидных яблонь и ну у меня отец немного занимался садоводством и тогда при покупке саженцев колонавидных яблонь было такое условие ни в коем случае нельзя потерять верхушечную почку если теряется верхушечная почка значит тогда у нас дерево перестает быть колонавидной яблони и начинает расти так как уже ему захочется отец удивлялся том что ну как же так могут там для может сесть а мороз может выморозить особенно северные регионы которые украины там и другие стран которые ну подвергается вот этим всем морозом посмотрите уже до шестерочки же до почти дошло смотрите к вы замечательные ну-ка смотрим да уже шестерка видите как хорошая почва вот он все делился как вот так вот оказывается как потом уже оказалось впоследствии те шулеры мулеры бойкие ребята которые продавали эти саженцы они просто специально перестраховывались тем что снимали себя будем так говорить ответственность почку почка где пропал где делась ваша почка верхушечная вот все значит все это уже не колонавидно когда там явно было видно что это растение совершенно стандартного роста не колонавидная шла вот меня терзает смутное сомнение по поводу этого питомника рассадника расплидника того что слишком как-то они подгоняют под какие-то условия этот вадик под условия того что все должно быть настолько четким настолько чтобы вот если что-то одно из по кислотности почвы там допустим да потому что если не по его таблице там вы что-то будете делать покупать нужную таблицу если там не таким прибором промерите там что-то такое будет то ничего не получится и они снимают себе ответственность за то что вот вы сами все забокопорили будем так говорить мне это не очень нравится потому что вот пожалуйста дар софиевки нормальный нормальный саженец нормальные плоды посреди даже уже больше шестерочки подымается видите уже вот и замечательно давайте посмотрим влажность тоже будет 80 процентов да вот все замечательно видите вот и поэтому получается вот вот такая чехарда вроде как все нормально вроде как все хорошо скажу еще то что я писал смотрел ролики которые ребята озвучивали по поводу озвучили по поводу хрумы в грузии и вот я не спрашивал о том что если там знакома ли там им такая хрума как жемчужина сванеги сванете вернее жемчужина сванете ну и если такой оригинатор который там есть знаете начал смотреть это у нас уже голубичка видите голубичка выкидывает цветочной почечки все будет добро и вот они значит они говорят один писал как ему я в сванете ни разу не был как бы в том регионе я не знаю за это другие говорят о том что нет мы не слышали о жемчужине сванете и вот такой вопрос у меня каким таким чудом такой замечательный сорт про который никто практически не знает в грузии как он может попасть сюда в украину таким замечательным таким классным а местные ни о чем не знают и он там не распространен хотя всегда обычно идет наоборот идет массовое распространение если все там хорошо на местном уровне потом уже выходит куда-то за границу поэтому будем задавать вопросы будем ждать ответов на вот такую такой поставленный как говорится задачу оригинара гуля не нашел не помню как его каха там какой-то не помню вот и за этот сорт жемчужина сванете никто ничего не знает поэтому давайте будем ставить под вопрос информацию которую дает вадик о качестве саженцев будем смотреть сейчас что будет весной кстати там некоторые почки на тех на этой форме начали уже они уже начали набухать немножко что-то есть да вот вот здесь вот начали выдвигаться почки сейчас вам покажу где же где же где же где же вот видите начинают выдвигаться как то так аккуратненько как то так не спеша вот они вот здесь но я замечаю потому что наблюдая каждый раз смотрю вот эти отборки вот снизу с этой стороны вот видно вот она вот она начала выдвигаться почка так же самое на этой вот вроде как все живет вроде как ждет потепление поэтому вот видите здесь тоже все есть поэтому будем надеяться на лучшее следующее видео также буду уже смотреть что здесь по по поливу по всем этим моментом и есть еще один момент сейчас который хочу вам показать еще а показать вам хотел что с водой мы теперь будем работать с помощью вот таких двух приборов ph 80 ph метр и еси мерять ap2 оригинальные это не китай оригинальные я с водичкой же побаловался уже вам скажу что был приятно удивлен вот в каких-то каких-то замерах был шокирован воду мерил разную и из под крана из и воду дождя дождевую и воду со скважины вот в следующий раз мы будем с вами смотреть что же нам покажут эти приборы с разными с разной водой поэтому теперь от нас успех нашего предприятия никуда не денется поэтому всем до новых видео всем пока . . Продолжение следует...